Привет, друзья! Сегодня я намерен поделиться с вами рецептом очень быстрого и очень вкусного супа на природе. Для приготовления этого супа мне понадобится, ну, конечно же, картошка, ну, конечно же, морковка, перчик для остроты и душистости, важная фишка, 350 граммов полукопченой колбасы. Вот такая вот прелесть. Непременно нужно, чтобы колбаса была полукопченой. В этом вся фишка. Сало-лук для зажарки, зелень и еще одна фишка. Магазинный зеленый консервированный грошек. Ну и, конечно, специи и соль по вкусу. Вот, кажется, и все. Ну, первым делом готовим зажарку. Магазинный зеленый консервированный рецепт. Засыпаем лучок. Ребята, всегда готовьте зажарку на саду. Здесь непередаваемая прелесть, в том, когда в вашу ложку с супом попадает вот эта сальная шкварочка, это, конечно, добавляет очень много вкуса к первому блюду. Само с горчанкой, жарящегося, сало, это звук особенный, это звук вкусный. Он нагоняет аппетит и добавляет настроение. Закладываем морковку. Я морковку порезал крупными брусочками, не особо заморачиваясь изысканной красотой. Я посчитал, пусть будет похожая на шурпу. Мужская кухня, она и есть мужская кухня, потому что она простая и без изысканных заморочек. Ну и, пожалуй, все. Начинаем варить картошку. Нагреваем водичку до текения. Колбасу нарезаю сантиметровыми кубиками. Суп этот варится очень быстро, так как грох и колбаса не требуют длительной варки. Через это моя жена называет этот суп ленивым супом. Не знаю, как насчет ленивости, но уверяю вас, он очень-очень вкусный. А знаете, суп с копченой колбасой гораздо вкуснее, чем суп с мясом. Хотя бы потому, что свежесваренный суп с мясом, да, он очень вкусный. Но на следующий день он становится пресным и безвкусным. А суп с копченой колбасой, он только добавляет вкуса на следующий день. Какая чудесная вещь, это садовая мини-печь. Вот буквально прошло 5 минут, а вода уже закипела. Засыпаем картошечку. Картофеля я засыпаю много. И буду его варить до тех пор, пока половина его не разварится. Пускай он станет мягким таким и рассыпчатым. Наверное, пришла пора заложить сюда витаминчики. Одну перчинку я измельчил для горечи. А вторая перчина, это для тех едоков, которые любят очень горькое. И пожелают полакомиться вот такой вот красотой. Ну и поскольку сейчас лето, добавим еще сладкого перца. Витамины еще никому не помешали. Скорость приготовления АТО-супа определяется только скоростью варки картофеля. Как только картофель сварился, все остальные составляющие закладываем 5 минут и супа АТО-у. Картофель уже готов. Вот смотрите, половина картофеля разварилась. Такая вот распекевшая, размягшая. И теперь, как говорится, закладываем остальные составляющие. Высыпаем горошек вместе с полком. Засыпаем колбасу. Вот. И высыпаем зажарку. Сейчас этому супчику надо покипеть минут 10. Потом буду закладывать зелень, соль, специи. И можно будет снимать. Солю с учетом того, что колбаса и зеленый горошек уже посоленные. Лавровый лист. Вот так. Укроп. Лук. Дам хорошо закипеть и можно будет снимать. А я тем временем, покуда оно кипит, я хочу показать, что у меня получилось. Горошек, полуразварившийся картофель, кусочки жареного сала, морковка. Ну и, конечно, колбаса. Ребята, наконец-то мы дождались того благословенного часа, когда можно садиться и кушать эту прелесть. Я вам желаю готовить вкусно, жить приятно, подписываться на мой канал, присылайте отзывы, ставьте лайки, лайк и пускай ваш отдых будет вкусным. Субтитры сделал DimaTorzok